Все слова разделяются на группы в зависимости от своих функций. Каждое слово что-то обозначает или что-то делает, или на что-то указывает, или что-то описывает. И вот эти группы и называются частями речи. А по-английски – word class. Hello, my friends. Привет, мои ребята. Пока мы узнаем три класса слов или частей речи. Adjectives – прилагательный. Отвечать на вопрос – какой? Какая? Какое? Мист – кроткий. На носу. Существительный. Кто? Что? Отвечать на вопрос – кто? Что? Би – пчела. Лапс – глаголы. Отвечать на вопрос – что делает? Что делать? Тык. Затклинуть. И все вот эти части речи заканчиваются на звонку з. З. Adjectives. А вы знаете, что значит быть «всеоружие»? И это значит быть полностью подготовленным к чему-либо. Вот мы с вами и готовимся. К чему? Ну, чтобы быть настоящими англичанами. И чтобы мы смогли поехать в Лондон поговорить с англичанами. Попить английского чая. Ну, и что там еще можно в Англии делать, только не как в России. И вот на прошлом уроке я вам хотела объяснить, для чего нужна длинная буква И и как правильно ее произносить. А в английском языке, да, в английском алфавите, очень много таких букв. Например, как Би, Си, Ди, И, Джи, Пи, Ти, Зи. Две буквы И вместе всегда читаются как длинные. Кип. Держать. Пс. К. И. П. Кип. Биф. Жаловаться. Б. И. Ф. Биф. Биф. Плакать. Ла-и-па. Биф. Бай-бай. Пока-пока.